Почти портретное сходство и художественная ценность. Кукольный образ императрицы Екатерины II жемчужиной экспозиции. Создавать такие произведения прикладного искусства – работа ювелирная. Ордена на груди венценосной особы практически точно соответствуют тем, что изображены на портретах. На платье тончайшая вышивка и сотни мельчайших камней. У художницы Ольки Бакановой свои секреты, как простое, превратить в эксклюзивное. А золото, из которого сшито платье, это крашеная ткань. Она на самом деле простая, какого-то бежевого цвета. Мансия тоже очень сложная в исполнении была. Берется бархат подходящего цвета, а только там аппликация гербов. Но мы старались имитировать вышивку. И возможно, что это даже удалось нам, потому что все считают, что это вышивка. Выставка кукол в особняке Клотта постоянно обновляется и пополняется новыми героями. В этом сезоне помимо Екатерины Второй почетные места заняли княгиня Ольга и Александр Невский. За год художница и двое ее помощников делают не более пяти кукол. Труд кропотливый и длительный. И с каждым годом мастерство становится все совершенней. Высочайшая эстетика. Под таким кредо делают выставки в Самарской детской картинной галерее. Удивляют даже иностранцев. В интермузее в Москве. В Москве мы показывали выставку для слепых. И тоже произвели очень хорошее впечатление. К нам подошли, в общем-то, наши коллеги из музея Прада. И получилось так, что они настолько оценили нашу коллекцию для слепых, что поняли, что их коллекция уступает. Кроме эксклюзивных кукол, в музее еще две новые экспозиции. Историческая Самара 19-го, начала 20-го веков в картинах Владимира Алексушина и вечные ценности в рисунках детей. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.